Добрый-добрый день, дамы и господа! Мы в центре Москвы. Ну, не очень в центре, в Хамовниках. Но мы в самое что ни на есть Москве. Здесь 10 минут, и вы у метро. Тем не менее, именно здесь сохранилась одна из самых потрясающих деревянных, допожарных усадеб Москвы. Усадьба Толстого в Хамовниках. Друзья, вот так выглядят здесь окраины. Вот так, посмотрите, выглядит здесь наш бунтуровский автобус, который притормозил на улице Льва Толстого. Сегодня она вот так называется. И притормозил он сразу напротив вот этих потрясающих фонарей. Вот этого деревянного, посмотрите, забора. И в том числе вот у этих каменных глыб, которые в свое время нужны были для того, чтобы лошадь можно было привязать. Такое впечатление, что не было последних двух сотен лет. Вот действительно не сильно изменился вот этот район. С того момента, как в 80-х годах века 19-го эту усадьбу покупают толстые. И здесь, как видите вы, друзья, почти 20 лет жил Лев Николаевич. И мы с вами прямо сейчас отправляемся смотреть, как выглядит усадьба изнутри. Вот он, усадебный дом. Довольно странный, архитектурного, такого странного решения. Тем не менее, сейчас о нем чуть поговорим и окажемся внутри. Наверное, после того, как мы погуляли по каменным джунглям Москвы, сначала хочется заглянуть в сад. Поэтому мы с вами прямо сейчас туда и отправимся, друзья, в тот самый сад толстых в Хамовниках. Вход на территорию музея и сада платный, пугают нас при входе. Но мы с вами все оплатили. Поэтому, друзья, добро пожаловать в тот самый легендарный сад толстых в Хамовниках. Тот сад, который выходить мог Лев Николаевич, например, вот отсюда, из небольшой террасы, украшающей первый этаж этого аккуратного дома. Скромная, аккуратная, классическая летняя беседка. Садик украшает. Можно подойти, попробовать так заглянуть туда, сквозь окошки, как там все встроено внутри. Мне кажется, не сильно все отличается от интерьера, который помнит Толстого. Огромные тополя, которым больше века. Вот этому совершенно точно больше ста лет. Причем рядом совсем, посмотрите, соседствует, ну такая обычная Москва. Вот такие вот пятиэтажки с эликатного кирпича. А тут совсем другой мир и какое-то даже совсем другое солнце посмотреть. Здорово, что здесь есть небольшая выставка и черно-белые фотографии. Вот, например, тот, посмотрите, деревянный забор, вдоль которого вы идете сегодня по улице Лева Толстого, чтобы оказаться внутри усадьбы. А вот, например, на Девичьем поле Лев Николаевич. Вот классик верхом на коне. Между прочим, во дворе нашего с вами дома. Как раз таки вот у Дворницкой, где сегодня находится пост охраны. А вот он и на Коньках, как раз неподалеку от дома. Вот здесь летом играли в крокеты, а зимой площадочку эту заливали водой. Место здесь совершенно расчудесное. Есть где погулять, есть что посмотреть. Совсем небольшой, как вы видите, сад. Но, знаете, очень здорово чувствуется как раз вот эта Толстовская Москва. Как пробивается здорово солнце сквозь эту зелень. И полное ощущение того, что Москва это вот большая деревня, в хорошем смысле этого слова. То есть некое ощущение загородной, усадебной жизни в самом центре Хамовников, вообще-то в промышленном районе города. Вот это чудно. Вот это классно. Вот это то, что отличает эту усадьбу от всех остальных. Хамовники это в том числе и хамовническое пиво. Хамовники это и мануфактуры. Хамовники, само слово происходит, это слово хам. То есть ткачи, которые 400 лет назад сюда переселились по указу царя. И вроде бы, да, такой промышленный, грязноватый район Москвы. Вот этого излученной Москварики. А нет, друзья. Хамовники могут быть и вот такие. Посмотрите, Толстовские. И уж если искать Толстовскую Москву, то совершенно точно нужно делать это здесь. Вот это дом постройки еще начала 19 века. Прекрасно помнит Льва Николаевича. Перестроен будет как раз, особенно второй этаж при классике, уже сразу после того, как чета Толстых купила эту усадьбу. И кроме того, что мы сами чуть прошлись по саду, кроме того, что мы посмотрели, как выглядят деревянные сарайчики, вот, например, да, такие хозпостройки, или та же самая дворницкая, которую видите вы сейчас, естественно и обязательно нужно зайти внутрь. Поэтому, друзья, добро пожаловать прямо сейчас в усадьбу Толстых в Хамовниках. Итак, мы заходим внутрь для писем и газет. Такая история. Сразу совершенно потрясающие ароматы, настоящие деревянные усадьбы. Добрый день. И с первого этажа начинаем как раз нашу прогулку и наш осмотр. Он расстановился на этой усадьбе. За этим большим столом вся семья собиралась завтраку, обеду и ужину. Во главе стола сидела Софья Андреевна, супруга писателя. Именно она ведала домашним хозяйством, закупкой продуктов, расходованием денежных средств. Именно Софья Андреевна приобрела английский поясовый сервис, который вы здесь видите. Приводство первого Нима. Он был куплен в свадьбе старшего сына Сергея Ильбовича в 1895 году. Именно Софья Андреевна купила вот эти часы с кукушкой, немецкие часы. Обратите внимание, там наверху окошечко каждый час появляется кукушка и кукует в зависимости от того, сколько сейчас времени. По правую руку от Софьи Андреевны сидели сыновья. Лев, Андрей, Илья, Михаил. Здесь же было место младшей дочери Александры. А место Толстого вот то, где сейчас стоит стакан. Именно здесь сидел, где стакан, рядом с вами присутствуют для вегетарианских блюд. Из столовой можно сделать пару шагов и оказаться в угловой комнате, где жили старшие сыновья. Сергей, Илья, Лев. Печурочка такая здесь в углу. Комната угловая, поэтому была самая холодная. Кроме рояля, а здесь проходили музыкальные вечера, еще вот такая, посмотрите, игра в мяч. Не знаю, как это называется сегодня, но есть подобные даже в электронном виде. А вот этому игровому столику сто лет. Идем дальше. Здесь мы заходим в спальню, друзья. Абсолютно мемориальная комната, которая стала спальней в конце 80-х, после рождения последнего ребенка, Ванечки. Посмотрите, вот здесь редчайшие абсолютно рукописи. У Льва Николаевича был очень непростой почерк. И видите, что что-либо прочитать мы с вами сегодня тут практически не сможем. Здесь сохранился вот такой чудный столик для рукоделия Софья Андреевна, принадлежавший. Здесь небольшой стол, где она могла принимать близких друзей. А вот здесь две кровати, причем вот эта покровала красно-белая. Как раз таки специально Софья Андреевна и будет сделана для Льва Николаевича. Небольшой столик для убывания. Опять же угловая печь. Интересно, но до начала 21-го века в усадьбе не было, например, электричества. А что касается отопления, то до середины века 20-го отопление было вот таким печным. Из окон отлично видна площадка, которую, например, зимой заливали и делали каток. Есть фотографии, где Льв Николаевич на седьмом десятке лет осваивает коньки. А вот это детская. Видите, совсем рядом со спальней находились младшие дети Алексея, Александра и Ванечка. Ванечка, которого Льв Николаевич считал просто своим духовным наследником. Вот здесь, посмотрите, вот такие детские игрушки, которые нам сегодня кажутся просто игрушками из прошлого. А на самом деле это абсолютно мемориальные вещи, которые можно рассмотреть, например, посмотрите, вот здесь на черно-белой фотографии семьи. Сохранилась, например, вот такая бисером вышитая розетка, подарок Ванечке, матери. Его какие-то сочинения, окна, сад, его рисунки. В том числе вот такая чудная доска для китайского бильярда. Абсолютно мемориальная, уникальная вещь. Да, пинг-понг, точно-точно. Кроватка Ванечкин, кроватка для гувернантки. Что касается гувернерской, то, кстати, эта комната, или классная, как ее называют, она вот здесь. Здесь очень много вещей, которым по-настоящему сто лет. Кроме младшей дочери Александры, здесь жили сменявшие одна другую гувернантки, которых Софья Андреевна выписывала из-за границы, как было принято. Это девичья. Ну, это больше комната прислуги, скажем так, где-то занимался какими-то хозяйственными делами. И вот сейчас по коридору идем дальше. Вот, посмотрите, комната мальчиков, так выглядит. Очень много света. Письменный стол для учебы, комод, шкафы. Как работает сигнализация, вы заметили? Идем дальше по коридору первого этажа и оказываемся у комнаты Татьяны Львовны. Посмотрите, какая яркая, красочная обстановка. Она была художница, училась в живописи, ваянию, зодчеству. Очень была общительная, энергичная. И, знаете, вот даже по обстановке как раз ее комнаты многое можно понять о характере дочери. Дочери классика. И геи, Репин и Касаткин были ее друзьями. И вот как раз ее работают здесь на стенах. Ну, а мы идем дальше. Чуть поскрипывают половицы. Смотрите, какие низкие потолки. Это буфетная. Сюда приносили из кухни еду, которую раскладывали на блюда и уже, соответственно, подавали к столу. Из буфетной мы как будто бы возвращаемся и оказываемся вновь здесь, в гардеробной. Но сейчас будем подниматься наверх. У главной лесенки дома второй этаж будет в основном настроен тогда, когда усадьба купит Лев Николаевич. И вот встречает здесь на середине марша лестничного всех вот этот медвежонок в свое время Стивен Хокинг. Его приветствовал в 70-х, когда был на экскурсии в усадьбе Толстого. Вот на этот поднос гости усадьбы свои визитки оставляли. Более трехсотых хранится как раз в фондных музеях. Поднимаемся на второй этаж. Все-таки у Толстого была очень большая семья. И поэтому вот так надо строить, перестроить дом. Решает он после покупки. Верхняя площадка второго этажа. И, пожалуй, самое большое помещение дома. Кромный большой зал. Устраивались литературами вчера. Толстой читал вслух свои произведения. Произведения любимых им авторов. Чехова, Левского, Мафасана, Диккенса, Дубо. Здесь же играли шахты. Толстой был очень азартным игроком. Он старался победить в каждой парке жертвов, вверхе фигуры ради бескорейшей атаки на короля. А если его комбинации рассыпались как артичный домик, он хватался за голову, охал, ахал, сильно переживал. И вот такая вот непосредственная натура. Натура настоящего игрока. Она была характерна для личности Толстого. Толстой до конца своих дней сохранил способность радоваться каждой победе, каждому успеху. И всегда стремился одержать победу в самых разных играх. Здесь собирались многие известные деятели культуры. Среди шахматных партнеров у Толстого были Белок Усов, пропозитор-пианист Танеев, пианист Александр Борисович Гальденвейзер. С ним Толстой сыграл выше 600 партий шахматы. Здесь бывал Николай Николаевич Гиль, я уже об этом упоминал. Вот где автор первого скульптурного изображения Толстого. Перед вами бюст Толстого, который светил ЭГЕ в 1890 году. И как признавался Николай Николаевич, он бросил перчатку, бросил вызов профессиональным скульптурам. Этот вызов был принят, и потом уже Толстого станет лепить Антон, Персия, Грубецкой, Рейсер... Из большой залы двери ведут в большую гостиную. Комната, посмотрите, с очень редким для дома напольным ковром. Очень дорогой и претензиозной обстановкой в черно-красных тонах. Знакомые хозяйки после чая в зале, как раз вот здесь, в гостиной великие светские разговоры. Здесь и георгическое древо Толстых. Здесь и роскошные подсвечники. Толстую комнату эту недолюблю, он называл скучная гостиная. Пожалуй, самое яркое помещение дома. Но мы обратно вернемся в зал. Если вы будете здесь на экскурсии, то вам сотрудники музея поставят аудиозаписи. В том числе и голоса Льва Николаевича, и произведения, которые он исполнял. И это, конечно, особенно здорово. А вот эта невысокая дверь ведет в длинный верхний коридор или катакомбы. Как их называли? Мы попадаем сейчас в ту часть дома, которая сохранилась с начала 19 века. Главное чудо в том, что это как раз часть усадьбы. Пример вот той самой до пожарной Москвы. Это комната с низкими потолками. Это комната Марии Львовны. Средняя дочь Толстыха была очень близка отцу по взглядам. Помогала ему в работе. Довольно эскетично была в быту. Идем чуть дальше. Это комната Экономки и Портнихи Дуняши. Которая Толстым прослужила лет 30. Особым доверием супруге классика Софьи Андреевны. Когда она пользовалась, ведала столовым, постельным бельем, провизией. Вместе с ней Портниха жила. Вот здесь опять же, посмотрите, подобие кельи. Совсем небольшая комната. Идем чуть дальше. Видим ту самую гостиную, что видели вы чуть издалека. Так называемую Малую. До рождения Вани здесь была спальня Толстых. Поэтому малая гостиная. Комната Камердинера. Камердинер вообще в хозяйственных делах, наверное, главный человек в доме. Еду подавал на столы. Докладывал о прибытии гостей. Убирал комнаты. Заправлял керосиновые лампы. Сопровождал на балы. Читу. Особой симпатии Льва Николаевича появился. Второй этаж заканчивается кабинетом Льва Николаевича. Чуть позже мы с вами туда заглянем. Абсолютно очаровательная. Маленькая, крохотная, посудная. Где хранили посуду. Утварь, которой, может быть, каждый день не пользовались. Но посмотрите. Чудо какое с отдельным своим окошком. Сама черная лестница, которой часто пользовался сам Классик. Сейчас на реставрации по ней не спуститься на первый этаж. Но, тем не менее, ее видно отлично. На этой площадке соленье, маринады, варенье хранили. Но у каждого дома должна быть душа. Все-таки у дома Льва Николаевича в хамовниках. Как мне кажется, душа находится здесь, в его кабинете. Редкое счастье побыть здесь один на один. Вот с этой атмосферой. Низкие потолки. Приходится так чуть пригибаться. Вот это рабочая комната Толстого. Вообще, довольно рано вставал. Уже около семи утра. Сам проводил уборку. Потом зимой пилил, колол дрова в сарай. Носил воду, например, летом. Во второй половине жизни, вдруг, начал точать сапоги. И посмотрите, его вот инструменты и сапоги, даже ботинки, которые он сделал сам. Причем эти предозначались не кому-нибудь, а самому Афанасию Фету. А вот здесь, друзья, велосипед. На шестьдесят седьмом году жизни Лев Николаевич впервые освоил велосипед. И велосипед маркер Ровер, тот самый настоящий, которому больше века находится здесь. Как мне кажется, один из самых запоминающихся, пожалуй, экспонатов музея. Его одежда, его гантели. Опять же, физическими упражнениями старался заниматься регулярно. И кроме вот этой рабочей комнаты, кабинет. В кабинет мы с вами не зайдем, но его отлично видно сквозь раскрытую дверь. Опять же, посмотрите, какой низкий потолок, крашеные стены. Вот такое темно-серое, такое солдатское сукно, которым укрыт пол. Довольно тяжеловесная мебель. Вот та обстановка, которую он творил. С утра и до 3-4 часов дня писал вот за этим письменным столом. Это настоящая жемчужина коллекции. И письменный стол, который обессмертили и Ге, и Репин в портретах Толстого. Две ручки вишневого дерева. Вот в центре экрана прямо сейчас посмотрите. Чернельный прибор, пресс-пампье, линейка, газеты. За этим столом, в этой низкой комнате, здесь, в Хамомниках, в Москве, будут написаны воскресенье, смерть Ивана Ильича, критерова соната, отец Сергий, живой труп. Стул, стул, вот посмотрите, стул. Толст очень гордился тем, что он даже в зрелом возрасте не носил очков, а вот этому стулу сам собственноручно подпилил ножки, потому что был близорубкой, чтобы чуть ближе быть к рукописи. А когда уставал сидя работать, то переходил вот за тот пюпитер и уже работал стоя. Свет пробивается сквозь эти не самые большие окна. Атмосфера тут совершенно потрясающая. Я ее только сам нарушаю, шуршу бахилами. А так, друзья, ничего подобного в Москве больше не найти. Кабинет Толстого, в котором до сих пор есть полное ощущение того, что классик просто ненадолго вышел и вот-вот вернется сюда, в свою любимую усадьбу в Хамониках. Если вам понравилось это видео, друзья, то с вас нравится, как обычно. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Москва может быть и такой.